всем привет ребята это не видео это не стрим это просто видео которое я решила сегодня записать я прежде всего хочу сказать чтобы вы не особо там обсуждали осуждали как я выгляжу просто я сегодня не накрашен я дома у себя дома я могу ходить чем угодно как угодно краситься не краситься вот просто как-то так получалось что я всегда была за кадром сегодня вот я решила выйти есть небольшое видео появиться в кадре сожалению я не подготовилась не нарядилась не накрасилась но это в общем-то и не обязательно ну дома я чаще всего вот просто так и выгляжу я же не всегда накрашенная хожу размалеванная вот тему которая хотела сегодня обсудить ну и выставить вам на обсуждение тоже предложить тема будет такая существует ли женская дружба вот между подругами так сказать я вот свете последних событий последних трех дней пришла к выводу что не существует у меня в принципе вот если взять меня меня по жизни подруг было немного в основном это школьные одноклассники школьные друзья подружки вот с кем я училась но у меня так получилось что за всю жизнь я там сменила школу в несколько раз но если так посчитать четыре школы поэтому как-то так получалось что я постоянно переезжала вот и как-то с места на место а потом еще и вот москву поэтому подруги все остались где-то там в детстве остались вот в тех краях где я жила где училась вот пенсинской области у меня было бы были две подружки одну не могу найти хотя вторую нашла из пенсинской области если ты меня смотришь валя привет вот мы с ней иногда общаемся в одноклассниках валя кириллова привет мое урожай чудо мое солнышко моя самая любимая подруга была в детстве еще одна у меня была подруга четвертом классе рима тараканова вот валя рассказывала что она как-то и и встретила пензи вот но как-то я ее не могу найти в одноклассниках в интернете ну как-то нет ее там видимо она не заходит туда вот валя как-то ее видела я сказала если еще сейчас если встретишь передает меня привет но такая подружка была в детстве вот очень много приятных воспоминаний вот до четвертого класса с ними училась потом мы переехали когда башкирию я сначала училась не в бельбии а поселке там 30 километров бельбийский район там я в этом поселке сменила две школы ну в одной училась там может полгода и другой вот вот так как-то либо наоборот в одной год по другой полгода но это неважно то есть я там поселке в четвертой школе училась у меня тоже была подруга марина даже две с одной мы тоже в одноклассниках переписываемся общаемся вторую не могу найти ну как-то вот так получается что одну находишь вторую нет и вот которая с которой больше дружили общались как-то вот ту и не находишь как-то обидно получается вот потом я училась 12 школе тоже в поселке там даже не поселке а за поселком было еще как пригород такая деревушка небольшая там я еще училась год пятом классе как раз там у меня тоже были подруги две одна даже был они даже были из нашего класса а из на год старше я была пятом они седьмом даже на два года они были старше ну такие тоже 2 по 2 подружки они совершенно были разные но я дружила тут с одной то другой ну как вот так получалось кто свободен с тем идешь куда-нибудь почему-то у меня это было по две подруги потому что если одна занята идешь другой с ней там значит ходишь потом идешь кто и когда это заняты ну как-то почему-то нас трое всегда было не знаю почему и вот в этой последней школе я училась со своей еще вот одна одноклассница из-за которой сейчас такой сербор тут разгорелся мы тоже дружили троем кстати причем я дружила даже не с ней что-то она там сказала что у нас кровати рядом стояли они стояли не рядом между нами была еще одна кровать и там спала наша третья подружка ну у нас интернет был там была огромная спальня и кровати просто в ряд стояли в одном ряду там штук десять и другом десять или восемь вот между нами еще одна была кровать на ней спала моя самая лучшая подруга аня самочкина которую я никак не могу найти это вот тоже была такая моя самая лучшая подруга я думаю что если бы мы с ней общались такого было никогда не произошло то что произошло тут на днях то что она была совершенно добрейшей души человек не скрытная не мстительная открытая общительная то есть это вот была моя самая лучшая подружка наверное в таком в седьмом шестой-седьмой класс и а потом она переехала в ростов-на-дону я кстати никак ее не могу найти а аня самочкина анна анна наверное она вышла замуж поменяла фамилию найти я ее не могу сколько я не пыталась и вроде бы даже адрес я помнила где они раньше жили в ростове-на-дону улица пушкина по-моему дом 3 или пушкинская как-то вот так я туда писал несколько писем никто не отвечает видимо эти вот частные дома снесли и где-то она в новостройке живет а фамилия поменялась видимо почему-то в одноклассниках ее нет она не заходит и в общем не смогла найти вот почему так получается самых лучших друзей не можешь найти но потому что вот переезжаешь когда с места на место вот как будто ты как бы чувствуешь себя как будто ты как дерево вырванное с корнем у меня вот так вот я переезжала в 10 лет мы жили пензенской области я же перед потом переехали я школу снимала мне очень не хотелось оттуда уезжать кстати мне там все нравилось и где мы жили и школа все нравилось и друзья были было жалко все это бросать а тебя раз тебе 10 лет а тебя раз взяли выбирали с корнем и перевезли посадили в другом месте причем вот сначала мы поселки жили я училась ну тоже мама там переезжала с места на место то поселок то пригород меня потом вообще отправили в школу били-били то есть это сколько раз меня выдрали с корнем я же говорю четыре школы каждый раз это все происходило естественно болезненно только привыкнешь только освоишься только появятся какие-то друзья какая-то жизнь и тебя раз выдрали с корнем и опять иди начинай заново в другую школу и вот четвертый раз четвертая школа это будет вот это вот последняя школа где я училась три года с одной своей однокласснице я даже не буду ее фамилию называть просто не хочу я просто вот сегодня последний раз про нее вспоминаю потому что все знают что произошло то на моем канале постоянно я просто хочу сегодня последний раз они вспомнить и закрыть эту тему навсегда потому что человек повелся неадекватно ее родственники повели себя еще неадекватнее совы не знаю как говорится слышали звон да не знают где он зачем было еще сюда родственников путывать я вообще не хочу на эту тему говорить даже я хочу просто закрыть ее раз и навсегда я просто хочу посмотреть сколько там осталось минут видео ну как раз заканчиваем вот в общем ребята тема такая все я не хочу говорить ну я сказала что у меня был такой личный пример что вот у меня была одна из моих школьных подруг появилась и очень некрасиво в последнее время я просто хочу забыть о ней больше не вспоминать так получилось что я переезжала и у меня как-то вот на все подруг новых не завела потому что в москве я тоже четыре раза меняла место жительства из одного района другой причем мы жили когда в общежитии я жила вот только помню девочка одна была очень такая интересная очень хорошая была такая девушка из молдавии вот мы с ней только подружились и бас она уезжает выходит замуж в молдавии я честно говоря уже даже не помню как ее звали но очень такая интересная была красивая такая девушка прям модель внешности и вышла удачно замуж и уехала все ей даже москва не нужно вот и так вот несколько раз происходило и как-то так получилось что ну чем старше становишься тем труднее находить подруг вот была одна последняя подруга так сказать школьная с которой мало-мальски общались в результате что хочу свой опыт и сказать ребята вот хочу высказать свое мнение я пришла к выводу что женской дружбы не бывает вы поругаетесь либо из-за мужиков чего слава богу не произошло просто силу возраста может быть даже не знаю чего еще вот все равно кончится тем что вы из-за чего-то поругаетесь если это не из-за мужика то потому что ну женщины так устроены люди в основном женщина так устроены что человек постоянно себя сравнивать все равно начинается какая-то зависть а что человек добился чего не добился вот она так а я вот так а вот почему так и начинается какие-то может быть детские обиды какие-то вспоминаются я не знаю я не верю в женскую дружбу вот давайте высказывайте свое мнение как вы думаете может быть мне не повезло просто что у меня так вот получилось но вот я честно говоря вот после последних событий не верю женскую дружбу а вы высказывайте свое мнение примеры приводите какие у вас были ситуации с подругами вот я знаю что многие со мной согласятся что подруг лучше не иметь то что никогда не знаешь чем все это закончится вот была у меня подруга-одноклассница я не буду ее называть фамилию потому что кому надо тот знает кто не знает тому не надо вот у меня ее фотография сохранилась я эту фотографию хранила 45 лет в своем фотоальбоме единственное что я хочу сейчас сделать это взять вот так вот ее порвать и больше никогда не вспоминать этого этого человека вот все что осталось от дружбы с этим человеком я как в том фильме как людмила прокофьевна из служебного романа хочу сказать вам что я уничтожила всех своих подруг вот последняя вот она последняя подруга которая была моей жизни больше у меня подруги нет а вас я прошу поделиться своими историями всем пока до новых встреч